Продолжение следует... Он имеет право рассказывать полиции, что это убийца, иначе он может лишиться своего сана. Исповедь — это царство покаяния, которое может производить только священник. Исповедь — это признание в грехах перед Богом. Происходит это в присутствии у священника. Это когда человек исповедует грехи, рассказывает грехи священнику, а Господь эти грехи прощает. Но многие заблуждаются и думают, что священник прощает им их грехи. Но это не так, так как священник — просто свидетель. На самом деле мы рассказываем грехи Богу, и только Он прощает их. Когда ты исповедуешься, надо говорить все грехи, которые ты совершил. От души и каяться в них прямо перед Богом, а не от балды. Я вам говорила свои грехи, и батюшка меня накрывал и прощал. Мне страшно ходить на исповедь, потому что иногда бывают какие-то тайны, и думаю, что о них лучше не знать. Это было не очень страшно, а наоборот. Но я все-таки рассказала эти все тайны. Мне не страшно ходить на исповедь, потому что будет хуже, если ты туда не придешь. Ты приходишь на исповедь, исповедуешься, Господь прощает твои грехи тебе, и жизнь становится гораздо легче. Я поняла, что не должно быть стыдно перед священником, должно быть стыдно перед Богом. И ты должен каяться со слезами, что ты сделал такой плохой проступок. И с тех пор я никогда не буду ходить на исповедь, потому что я знаю, я иду к Богу, и я хочу исправить этот грех. Я хочу в нем покаяться. Я хочу сделать так, чтобы было все наоборот, чтобы было все хорошо. Только если ты исповедовался и сказал, что ты у кого-то что-то украл или кого-то убил, и ты вышел из храма, за врата храма, и снова опять это сделал, такую исповедь Господь не будет принимать. А если ты пришел и исповедовался и больше такого не делал, тогда такая исповедь принимается. И если это делаешь ты искренний, то Бог тебя прощает. Нельзя утаивать какие-то грехи. Или, например, если у тебя есть стыд в покаянии, это тоже считается грехом. Нельзя ничего утаивать от Господа. Если ты на исповеди что-то не расскажешь, то тогда этот грех будет неотпущенный. Когда ходишь на исповедь, у тебя на душе складываются грехи, и тебе тяжело их нести. А когда ты выходишь из исповеди, это как будто бы снимается с твоей души, и тебе становится легче. У меня даже душа становится гораздо легче, зная то, что я прощен. Субтитры создавал DimaTorzok